Ну что ж, и всем привет, с вами Wage of Sin, и мы продолжаем играть в Walking Dead, первый сезон, третий эпизод. У нас на повестке дня расследование, а именно, нам надо понять, кто же у нас, какая скотина у нас ворует припасы. Итак, у нас есть, тут на полу разбитое стекло на земле. У нас есть разбитый фонарь, мы должны, типа, найти виновного в этом всём. Битое стекло, ммм, подходит. И что это за? Хэ. Красный кресло. Там же что-то нарисовано. Ммм, мелок. Розовый, ммм. Так, улика. Возможно. Как вы думаете, что это значит? Я думаю, что это ничего не значит. Возможно, это знак. Вероятно, это розовый мелок, что странно. Ладно, вернусь к расследованию. Да, не. Клем-то зачем медикаменты? Я бы покушать чисто, а медикаменты это... Это больше кие не нужны. Привет, Клементина. Привет, Ли. У тебя есть розовый мелок? Нет, он куда-то делся. Ммм. Хочешь синий? Не, нет. Не надо. Псс, Ли. Я нашел кое-что. Что же? Я нашел этот кусок розового мела и след от него за воротами. Правда? Конечно. Я пытался найти связь между уликами. Да, да. Я понял. Молодец. Круто. Ладно, чушь. Мы пацана-то будем стримать. Больше ничего не находил? Только мел. А еще нашел жуков под лестницей. Только не говорите Клементине. Ладно, не буду. Ты сломал фонарь? Нет. Мама с папой не разрешают мне брать такие вещи. Или тоже? А оно и к лучшему. Ты вроде что-то знаешь. Ты нашел мел следы. Это, конечно, глупо, но... Не ты ли это подстроил? Нет, я за добрых. Не выходи за ворота. Ладно, ладно. Я за добрых. Еще мелок. Кто-то был и здесь. Видите? Я хорошо справился, да? Да, так. Молодец. Думаю, мне стоит пойти туда и осмотреться. На этот раз не выходи за ограду, я серьезно. Ладно. Не нравится мне эта хрень. Странно. Бодиты не дают нам расслабиться, но в последние дни они что-то притихли. Ну, есть у меня подзрение, что если бы у них было прям все очень хреново, они бы нашли возможность пробраться всей кучей. Решетка. Что, кто-то на сделку, что ли, с бандитами пошел? Да вы издеваетесь. Там лежит какой-то пакет. Ты ведь ничего не нашел, не так ли? Я нашел вот это. Внутри куча лекарств. Это было за решеткой снаружи стены, а с другой стороны был знак. Нихера себе. Да уж. Ладно, мы выстроим всех в ряд. Всех. Кто-то убивает нас. Красть припасы все равно, чтобы проскользнуться ночью в твою комнату и перерезать тебе горло, пока ты спишь. Ты умрешь. В чем разница, что если Клементина заболеет и у нас не окажется того, что нужно? Да права ты. Какого черта? Нехер красть у нас. А это еще, блин, кто такие? У них наши люди. Что нам делать? Вот дерьмо. Они в любую секунду начнут убивать. Лили, какого черта ты? Отвлеки их. Что? Просто заболтай их. Делай все, что хочешь, чтобы они не нажали на курок. Вы совершили самую большую ошибку в своей жизни. Черт. Хватит этой херни, Дрю. Начинай вышибать мозги. А, двери. Ну окей. Да. Стой, урод. Спокойно. Зачем вы это делаете? Оставьте нас, блин, в покое. Зачем? Вот у шлепок. Зачем? Затем, что надо. Вот зачем. Мы можем разделить припасы и поделиться. Или мы можем просто убить вас и забрать все. Логично. А что будет, когда припасы закончатся и нас не будет, чтобы пополнять их для вас? Ну, тогда я думаю, нам нужно уточнить план. Без плана. Заткнись, Илья! Боже! На, добей! Ну, ну, ну! Возвращайтесь, выкурим его. Черт побери. Нам нужно убираться отсюда. Да ладно? Покажи этим ублюдкам. Прикрой наших людей и посади их в фургон, короче. Я видел эту дичь. Понятно. Пошел нахер. Сейчас, бегите сюда скорее. Чувак, ты спас наши задницы. Залезай внутрь. Хлем, мать твою, за фургоном. Сейчас, 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 подождите. Катя, держись. Пошел нахер. Пошел вон. Катя, быстрей, ну же! Ли! Клем, залезай в фургон. Черт! Твою мать, Катя! О, Господи! Беги, Катя, беги! Лили, залезай в фургон. Да пошла она, пусть остается. Нихера, ребят. Мы все за одного. Мого! Лили, последний шанс, спускайся. Черт. Слава богу, всех утащили. Кэт, господи, ты как? Я в порядке, я в порядке. Ох, черт, ох, черт, ох, черт. Прости. Все отлично, Бен, все совсем не отлично. Вам необходимо разобраться, как это произошло. Как только... Так, нам чертовски повезло, что у нас был фургон, и никто не погиб. Но Катю там все в порядке, кто-то из вас во всем этом виноват. Не говори так, бандиты знали, нас несколько недель. Это другое дело. Кто-то сотрудничал с ними, кто-то был... Кто бы то ни был, он давал им наши медикаменты, они не получили последний пакет и напали на нас. Успокойся, это полная чушь. Ли нашел сумку с припасами, спрятанную за стеной. Это правда. Что ж, Карли, хочешь что-нибудь сказать? Да успокойся, значит, выбьем признание из тебя, отвали. Ты не в том положении, чтобы что-либо требовать. Почему она? Почему она? Такое ощущение, что ты просто гадаешь, Лили. Она постоянно очень интересовалась, какие припасы мы нашли, и никогда не рассказывала о своей семье. Она может быть одной из этих ублюдков. Это моя семья... Эй, моя семья не куча нариков из леса, они, блин, лютерани. Ты не сказала, кем они были, это не я. Так может, мы просто проголосуем или типа того? Действительно. Просто Карли стойкая девушка, может, Лили. Хватит тыкать в каждого пальца, мы знаем, что что-то произошло, и мы можем с этим разобраться, если сохраним светлые головы. Я знаю, что мы нашли. Я знаю, Лили, я знаю. Никто ничего не воровал. Это были вы оба? Что? Я видел вас двоих вместе, может, это вы оба? Постой, просто дай мне выйти. Я делала... Я не делала этого. Че? Посмотри мне в глаза и скажи, что ты ничего не делал. Лили, отстань от него. Я... Черт, что там? Я сбил что-то, нам нужно остановиться. Хорошо, что ж, мы сможем разобраться с этим прямо сейчас. Кенни, там безопасно. Должно быть. Выходите все. Лили, на выход. Кенни, фургон лишь слегка поцарапался. Ну, под ним застрял ходячий. Проклятие. Все смотрите в оба. Знаешь что, нам следует тебя выгнать. Мы должны выслушать мнение. Думаю, тебе стоит успокоиться. Думаю, ты можешь пушить Бен поцарапаться, но ты не можешь пушить меня поцарапаться. Я думаю, что он, наверное, это сделал. Эй, что за херня? Их, наш уздок. Я не знаю, блин, просто... Можете ли это прекратить? Что ж, твой голос засчитывается за... Нет нужды голосования. Что делать, чтобы ты поверил мне? Я сделаю все. Он сломался, Лили. Я вижу это. Нам нужно больше улик, чем есть. Нахер твои улики, перестань пытать его. Заткнись, Карли, я достаточно от тебя услышала. Кенни, какой твой голос? Просто дайте мне одну чертовую минуту. Бен, тебе есть время для того, как Кенни убьет того ходячего, чтобы сказать мне, что это была не ты. Прекрати, ты его пытаешь. Скажи ей, просто сделай это, Бен. Лип, боже. Кто ж ты теперь? Сказать ей что? Она выгонит меня из группы. Не будем. Мы все поймем. Скажи мне немедленно. Вот, я убил его. Пожалуйста, давайте просто вернемся в фургон. Этого не будет. Думаешь, ты суровая сучка? Не так ли? Ничто не может тебя ранить. Пошла ты нахер. Хоть раз, попробуй побывать в шкуре Ли и помоги кому-нибудь. Кенни там делами занимается, нормас. Ну и в чем проблема? Карли это уже не запомнят. Ты что, долбанулась, что ли, баба? Пиз... Пиндец на. Ни хера себе. Кенни, что произошло? Не подпускай Дака к окнам. Господь всемогущий. Внутрь мы оставляем эту психованную суку. Ей нельзя было доверять. Ты не пойдешь с нами. Я умру здесь. Да пошла нахер, дура. Меня это не волнует. Ты убийца, Лили. Мы не можем взять тебя с собой. Убийца? Лид, до этого я простила его. Ты убивал до этого, я простила тебя. Не ври. Ты планировала убить меня все это время. Я пыталась защитить всех нас. У меня ничего не осталось. Ты баба реально поехавшая? Залезали и поехали. Да пошла она нахер, блин. Она реально дура. До свидос, ё-моё. Просто хладнокровно нашу группу убило. Достаточно было, блин, вытравить из этого парня признание и все, и хорош. Пожурили бы, я не знаю, там наказали бы как-нибудь, но выгонять из группы это бред. Нас и так осталось мало. До свидания. Живи как-нибудь сама. Ли, можно тебя на пару слов? Ты в порядке? Катя, что-то от тебя нужно. В чем дело? Когда к себе чувствуют? Че, он умер что ли? Твою мать. Какого хера? Это случилось во время налета. Каков план? У нас не было до этого укушено в группе. Я присмотрю за ним и попробую что-нибудь сделать с медицинской точки зрения. План все тот же. Если ничего не случится, восток. Ребята. А что еще мы можем сделать? Мы подумали, что ты должен знать. Важно оставаться честными друг с другом. Но хоть в этом кинни, ты прав. В любом случае, если ты расскажешь Клементине, мы будем тебе очень благодарны. Я не понял, расскажешь или не расскажешь. Я маленько попутал. Дак укусили. Что? Его кусил ходячий, когда мы бежали из мотеля. Я не важно себя чувствую. А что с Карли? Не было времени на похороны. Ходячие? Да. И это ужасно. Я рад, что ты у меня есть. Я тоже. Я услышал о тебе возле своего домика на дереве и в тот день и подумал о том, чтобы скинуть молоток тебе на голову. Почему? Вдруг ты что-то замышлял. До того, как ты появился, тут был другой парень. Он кричал и пытался попасть в мой дом. Он хотел взять телевизор и пытался камнем разбить стеклянную дверь. Затем пришли несколько ходячих и напугали его. Дверь была открыта. Он был глупым. Тьфу, господи. Клем, твою мать! Что происходит? Что происходит, Сань Господня? Отвали от меня. Тьфу, господи. Впереди что-то есть. Я уже чуть не обосрался. Я же не кусалит. Не надо так. Не надо. Проклятие, дорог заблокировано. Сейчас мы должны разобраться с этим. Может, есть другой путь? Похоже, что нет. Если только пешком. Но сейчас мы не можем позволить себе такую роскошь. Это место кажется безопасным, если кусты никому не позволят пробраться к нам незаметно. Почему нам с тобой не осмотреться? Да, остальные отдыхайте. Клем, будь рядом с Кенни и Кэт, хорошо? Ли, если ты найдешь что-нибудь попить в вагоне-ресторане, например, я думаю, да, к обезбоживанию. Это товарный поезд. Будь осторожен. Что думаешь, внутри брошенного поезда может быть подстерегать опасность? Это не приходило мне в голову. Поговори с ним, что ли. Может, хоть действительно скажет, кто это был. Хорошо, что ты с нами все это время. Да, правда? Быть с вами или умереть, я бы умер там, в лесу, как мой одноклассник. Как думаешь, это лучше? Да, конечно. Это был ты? Только не опять. Это был ты? Нет. Хорошо. Что бы ты сделал с Лили? Я не знаю, оставил бы ее. Никогда прежде не видел, чтобы кто-нибудь так убивал. Теперь ты видел кучу разных вещей. Да, но не такой, как эта. А что ты думал? С тобой больше не будут, что ли, по этому поводу говорить? За тебя человека убили, мать твою. Из-за того, что ты делал вид. Может быть, хотя бы даже. Дверь вагон. Блин. Ого. Кто-то жил здесь. Да, мужик. Черт, думаешь, они ушли? Похоже на то. На этом матрасе недавно спали. Будь начеку и сохраняй спокойствие. По-моему, он сказал, ну, похоже на эту матрасе недавно спали, да? Вроде не открыто. Я отнесу это к Кате для Дака. Карта. Карта маршрута поезда. Думаю, что железная дорога идет к побережью. Маршрут 27. Саванна. Вот куда Кенни хочет нас доставить. Слушайте, ну... Это же прям шанс, я не знаю. Только бы, если бы он работал, конечно, этот поезд. Так. Внутри что-то может быть. Тут тоже, да? Ну, тут... Движители, я так понимаю, основ... О! Отлично! Хорошо, будет сбивать череп. Пробивать, точнее, череп. Ржавый, но хороший и тяжелый. Нет, честно говоря, я как-то вот этому доверяю, больше нет. Тем более, он универсальный. А этот что-то типа газового ключа, я так понимаю. Всех бы вооружить. Я так странно пропустил первый шкаф, да? Я сам не знаю почему. Нафиг. Ну и последний. Тоже ничего, да? Извиняюсь. Ну что ж, первый остался нам. И тут у нас что-то имеется. Так, и больше ничего. Переключатель. Так. Нет, нет, нет. Боюсь нарушить последовательность событий, честно говоря. Надо к Даку вначале. Черт. Есть один. Ходячий, сидит на стуле. Мы разберемся с ним. Ты уверен, что это ходячий? Полагаю, что мы должны осмотреть его. Да. Все, вот пол черепушки отсутствует. Я не думаю, что этот парень вернется. Боже. Да ясно, что не вернется, блин. Огонек мигает. Нажми. Нажать? Почему нет? Ты это, блин, серьезно? Вот, смотри. Это всего лишь тормоза. Хорошо, тебе стоит отдать должное. Эта махина работает? Похоже на то. Развали меня гром. Как нам заставить его ехать? Я не знаю. Спроси мистера Машинистера. Без понятия. Мы нашли в вагоне вот это позади. О, это то, о чем я думаю? Думаю, да. Эта лошадка доставит нас прямо в саванну. Сотни тонн стали. Положи тысяч ходячих между нами и океаном, и нам будет похеру. Я не могу в это поверить. Так. Что с Даком? А что с ним? Мы не можем вести себя, будто ничего не случилось. Нельзя вести себя, как будто он умер. Да, согласен. Пытаясь завести эту штуковину, где-то должны быть какие-нибудь инструкции. Ха-ха, не знаю. Вот этот настрой. Бен, если бы ты присмотрел за Даком и девчонками, я был бы тебе благодарен. Я пока разберусь с управлением. Мужик, это то, что нам нужно. Кенни, я с тобой категорически согласен. Это пачка бумаг. Пачка карт городов штата Джорджия и ничего о поезде. Семья. Черт, вот оно, инструкция по запуску двигателя. Ага. Проклятие, не хватает страниц. Я вижу вмятины от письма. Мне нужен карандаш. Оу, какая гадость. Эй, Кен, как дела? Что-либо, что можно заставить поезд. Не знаю, стоило ли я оставляю там Лили. Бросить кого-либо на дороге и все равно, что убить. Не беспокойся об этом. Сейчас все нормально, но нам надо разобраться с этим. Боже, нам нужна какая-нибудь помощь, чтобы заставить этот поезд работать. Люди делают заметки, когда работают с подобными вещами. Мы умные ребята, разберемся с этим. Я вернусь к делам. Я тоже. Я понятия не имею, что с этим делать. Так, пойдемте воды дадим Даку. А то он как-то без воды совсем. Совсем нехорошо. Блин, женщину убили. Это приколитесь, это мне. Можно было вообще никому ничего не рассказывать про то, что я убийца и все в таком роде. Пипец. Ее все равно убили. Вот в этом плюс, короче. Ты не знаешь, что будет. Вот, я нашел воду. А, спасибо тебе. Великолепно. У него аллергия на пчел. Правда? Это все, о чем я могу думать. Вот это важно. Это не так. Я знаю. Ну, точнее, не знаю, но ты прав. Как Дак? Я не знаю. Устал. Это может многое значить, так? Да. Наверное, его тело борется с заразой. Точно. Ты бы оставила Лили там, на обочине дороги? Да, Лили. Да? Нужно знать предел. Да, я бы оставила ее. Ясно. Клементина говорила тебе, что о Карле или о Даке или о чем-нибудь еще? Я беспокоюсь за нее. Нет? Это маленькая девочка-загадка. Да уж. Бедная Карля. Бог мой, куда сейчас вчерашний день? Я не знаю. С тобой все хорошо? Я знаю, что ты любил ее. Да. Сейчас не время для... Ну, ты знаешь, романов. Ну да. Я любил ее. В любом случае, дай мне знать, если что-нибудь изменится. С Кеном все нормально? Что он делает? Он пытается... А что нашли от тебя? То же самое. Своего рода, я нашел какие-то инструкции, но не могу их прочитать. О, я надеюсь, кто-нибудь поможет тебе с этим. Клементина поможет, я знаю. Так, ну что, ребятки, давайте на этом будем завершать. В следующей серии мы уже продолжим наше похождение в игре. Ходячие мертвецы. Это у нас сезон 1, эпизод 3. С вами был VHCN. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok